Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, наш слушатель прислал нам несколько вопросов, основываясь на Евангелии от Матфея, 5 главе, где повелевается вырвать глаз или оторвать себе руку, в случае, если они стали причиной соблазна. Так вот вопрос в чем? Кому относятся эти слова? Если христианин, он уже спасен и согрешит. Неужели у него есть еще шанс попасть в гиену огненную? И если я уже спасен, зачем мне просить прощения за каждый грех? Это достаточно сложный вопрос, прежде всего, потому что этот текст, упомянутый, 5 глава Евангелия от Матфея, он находится в Нагорной проповеди. Нагорная проповедь – это общее объяснение принципов царства, царствия Божьего. То есть это характеристика людей, которые принадлежат Богу, принадлежат Христу, принадлежат Царству Божьему, их отношения к разного рода явлениям, к людям и, в данном случае, к грехам. И конкретно к грехам, которые связаны с похотью, с сексуальной страстью. И когда мы читаем вот такие фразы, где здесь сказано «вырви глаз» или «правая рука соблазняет от сикии», то речь явно идет не о буквальном членовредительстве, а речь идет об очень серьезном уровне отношения к этим грехам. То есть, фактически, Иисус Христос говорит о том, что вот эти грехи, перечисленные здесь, они настолько серьезны, что они требуют самых радикальных действий. То есть, лучше человеку вообще ни на что не смотреть, даже глаза не иметь, чем он этот глаз использует для того, чтобы смотреть на то, что вызывает его сексуальную страсть. Точно так руки. Если рука становится инструментом этого греха, то самое серьезное отношение, самая серьезная борьба. Кстати, в других местах Писание приводит подобную терминологию. Например, в послании к Колоссянам, в третьей главе, где речь идет о борьбе с подобными грехами, апостол Павел говорит «умертвите земные члены ваши». То есть, он использует тот же самый радикальный язык. Он говорит о очень серьезном отношении к этим грехам. Причина этого заключается в следующем. Когда человек согрешает, и есть разные грехи, все грехи, они являются грехами перед Богом. Но есть некоторые грехи, которые имеют более серьезные последствия. Они захватывают человека сильнее. Они нарушают его жизнь в большей степени. Они причиняют вред другим в большей степени. И по этой причине Иисус Христос предъявляет более радикальные требования к каким-то грехам. То есть, он хочет призвать самое серьезное внимание, чтобы мы, верующие люди, знали, что борьба со всеми грехами очень важна. Борьба со теми грехами супер важна. В действительности, в наше время мы живем сегодня в таких условиях, в которых грехи похоти, грехи сексуальной страсти, они настолько взяли в плен современное общество, современных людей. Они берут в плен людей с детского возраста. И это происходит настолько, что когда мы имеем дело с подростками, с молодежью, когда имеем дело с молодоженами часто, и даже с людьми постарше, мы видим это колоссальной проблемой, в которой дьявол преуспел сегодня. Очень сильно. Преуспел. И одна из причин, почему он преуспел. Потому что люди не очень серьезно относятся к этому очень-очень страшному дьявольскому инструменту. Иисус Христос говорит, вырви и выбрось. Это можно перевести на другой, на более простой язык. Если тебе, ты, конечно, глаз ясно, что Священное Писание в других местах говорит о том, что чиновредительством не нужно заниматься. Но телефон иногда нужно выбросить. Или компьютер. Или какой-то другой инструмент, который становится этим источником искушения. Это очень серьезно. Конечно, теперь здесь другой вопрос возникает. Если это верующий человек, то должен ли он бороться со грехом? Потому что если он и так уже верующий, спасен однажды, спасен навсегда, он, значит, и так в Царство Небесное попадет. Так вот, Священное Писание опровергает такую теорию, что якобы человек, который спасен, не должен бороться со грехом. Человек имеет безопасное спасение именно потому, что он будет бороться со грехом. То есть безопасное спасение, она связана с тем, что всякий настоящий верующий прочитает эти слова Христа, и он поймет, что это серьезно. И он будет бороться с этим грехом. Здесь существует две потенциальных проблемы для тех, кто не борется со грехом. Или недостаточно борется. Во-первых, если человек не борется со грехом, очень большой шанс, что в конце концов обнаруживается, что он и не был-то верующим настоящим. Он был плевелом. Он был только похожим на верующих, похожим на зерна. В действительности не остался человеком. То есть в его жизни не было проявления того, что характеризует настоящего верующего. Это первое. Второе. Если верующий человек борется со грехом, но делает это недостаточно радикально, тогда любой грех будет приносить с собой колоссальные повреждения в его жизни. И в частности, вот эти грехи сексуальных страстей, они обладают мощнейшей отравляющей, разрушающей силой. И если человек несерьезно к ним относится, его жизнь, его личность, его семья, его способность построить семью будут терпеть колоссальнейший урон. А это именно то, что и нужно дьяволу, когда он атакует верующего человека. Пусть Господь поможет вам самым серьезным образом относиться к этому. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия. На нашем сайте слово.орг. А также присылайте ваши вопросы по адресу radio.at.slova.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас, Бог. Благослови вас, Бог.